Новая рабочая неделя началась с обильного снегопада. Готов ли Саров к таким природным явлениям? В уборке города участвуют от 30 до 50 единиц техники ежедневно и 150-200 человек. При необходимости технику привлекают с коммерческих предприятий. В первую очередь снег чистят с тех улиц, где ходит общественный транспорт. При сильных снегопадах город убирает круглосуточно. Напомним, уборкой дворов занимаются управляющие компании Центра ЖКХ, коммунально-хозяйственная компания фонда «Доступное жилье», уютный город и эксплуатация инжиниринг. А уборкой улиц – дорожно-эксплуатационное предприятие. Мы спросили у саровчан, устраивает ли их качество, чистота уборки и в каких районах города из-за снега движение затруднено. Ну, если честно, не очень устраивает, потому что дороги чистят, а вот эти валуны остаются возле дороги, очень тяжело переходить. У нас двор чистят дворники лопатами вручную, поэтому у нас к двору нет претензий. В основном по дорогам в Сарове. Нет, конечно, как нас может это устраивать? Мы ходим и разгребаем этот снег, особенно дворы. Дворы вообще, я считаю, безобразно убирают. Наверное, техники побольше надо, если дело в этом, просто, значит, техники не хватает. Не людей, а техники. Я не знаю, я мало вижу техники во дворы, там редко приезжают. Если честно сказать, но бывают моментами. А где конкретно? Ну, в дворах. Но в целом-то нормально более-менее убирают сейчас. В дворах почаще проходиться и чистить все это хозяйство. Когда снег сильный, то, естественно, не впевает. А так, я считаю, нормально. Одновременно они не могут, как бы никто, вот, но вообще чистится. Улица школьная, плохо чистилась, вот, предыдущий, под Новый год. А потом почистили. Убирать не очень хорошо, но очень хорошо, что не посыпают. Вот, значит, и обсуждаем с гостями из Москвы. В принципе, по основным дорогам очень хорошо. Внутри эквартизмой, конечно, остается желать лучше, но тем не менее стараются. Ну, в основном можно пройти. Нужно тоже понимать, что снег-то сразу не уберется. И если он упадает раз в год, может, и не надо его там сразу за один день убирать. Может, и двух недостаточно. По мне, очень хорошо. В целом нормально. Вот сейчас я так прошел, мартишину уже не припаркуешь. Потому что ночью ходили машины, набили этот. Ага. Так что время придет, уберут. Ну, практически все. У нас не убирается вот Курчатова-4 и от Галактики, и до Раменская там, по-моему, да? Вот этот участок почему-то не убирается. Ну, если честно, только начали чистить все праздники, караулы. Вообще не почищено. Шверника 39. Вообще там кошмар. Пожелания такие. Раньше ночью убирали. Пока вот все спят, утром выезжают, как бы уже все почищено. А сейчас вот ночных нет смены у них, походу. По-моему, очень хорошо. В нашем дворе убирают нормально. Дорожно-экспутационное предприятие уведомляет горожан о том, что во время уборки снега техники препятствуют автомобили, оставленные жителями на дороге и на парковке. Сотрудники ДЭП просят горожан следить за своими машинами, иначе большая часть улицы или двора может остаться неубранной из-за невнимательности одного человека.